Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Вот если вы стали собственником автомобиля, нельзя просто взять и начать свободно ездить по дорогам. Сначала его нужно зарегистрировать в ГИБДД. Каждое транспортное средство, которое ездит по дорогам, должно быть зарегистрировано. Регистрацией транспортных средств занимаются подразделения ГИБДД и специализированные организации. Тема нашей сегодняшней программы – предоставление государственных услуг РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Самаре. Получение государственных услуг в электронном виде как наиболее эффективный и удобный способ. Вот что такое регистрация и зачем она нужна, какие сегодня сроки постановки автомобиля на учет, я беседую с начальником отделения регистрации АМТС РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Самаре, майором полиции Михаилом Олеговичем Тумановым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, приступим к диалогу. Скажите, пожалуйста, по какому графику, во-первых, вы принимаете граждан, на котором необходимо попасть на прием по вопросам регистрации, как раз транспортных средств, ну и, конечно, водительских удостоверений, а без них, как известно, никуда. Начну с того, что наше подразделение предоставляет государственные услуги по регистрации автомобильных средств, проведению квалифицированных экзаменов, выдаче водительских удостоверений. Так. Государственная услуга по регистрации транспортных средств осуществляется нами по адресу Республиканскую, 106 в городе Самары. Проведение квалифицированных экзаменов и выдаче водительских удостоверений по адресу улицы Алматинской, 29 Б. Хорошо. Ну давайте тогда теперь по порядку начнем. Может быть, какие-то сейчас есть изменения. То есть, что нужно делать, если гражданин приобрел автомобиль и, естественно, хочет его зарегистрировать. Вот такая пошаговая сейчас инструкция. Я попрошу вас о ней рассказать. Ну, думаю, стоит начать с нормативных актов, которые регламентируют обязанность в новых собственных автомобилях зарегистрировать автомобиль и поставить его на регистрационный учет. Это 283-й федеральный закон, в соответствии с которым собственник автомобиля после его приобретения обязан в течение 10 суток обратиться в регистрационное подразделение госавтоинспекции и поставить автомобиль на регистрационный учет на свое имя. В случае невыполнения требований законодательства уже собственник к нами будет привлечен к административной ответственности. Напомню, что административные санкции за это предусмотрены в размере штрафа на граждан, на физических лиц от полутора до двух тысяч. Соответственно. Да, но есть какая-то все-таки уважительная причина, наверняка. Все-таки 10 дней – это такой достаточно приличный срок. И то есть забыл, не успел, здесь, как говорится, не оправдание. Ну, а если действительно там человек, к примеру, или заболел, там, несчастный случай, или попал в больницу, вот здесь, что нужно сделать, чтобы не получить административное взыскание? Ну, законом не предусматривает, к сожалению, или к счастью, не могу сказать, потому что вот этот срок в 10 суток, он и составлен, и предусмотрен законодательством с учетом возникновения тех или иных форс-мажорных обстоятельств. Напомню, что в соответствии ранее с действующим законодательством срок постановки на регистрационный учет составлял 5 суток. Сейчас увеличился вдвое? Увеличился вдвое. То есть за это время новый собственник автомобиля должен заключить договор о гражданской ответственности владельцев трассных средств. В необходимых случаях предоставить трассные средства на технический осмотр, если ранее автомобиль не проходил технический осмотр. Ну и, как мы всем рекомендуем, за этот срок зарегистрированные пользователи портала государственной услуги могут разместить заявку на официальный сайт госуслуги, выбрать удобный день и время прибытия в РЭО, оплатить квитанцию с 30-процентной скидкой, что тоже немаловажно в данной ситуации. Ну и уже прибыть к нам в тот день и выбранное время в соответствии с подной заявкой. Ну вот хорошо, а все-таки какие сейчас виды услуг предусмотрены для граждан? Может быть их несколько или, как раньше, это все-таки связано с непосредственным посещением ведомства? Ну, услуги, связанные с необходимостью непосредственно обращения в наше подразделение, это проведение экзаменов, получение водительского удостоверения. Но напомню, что для замены водительского удостоверения граждане у нас могут обратиться в МФЦ, сдать необходимый пакет документов и уже готовые новые водительские удостоверения получить в МФЦ, туда, куда они обратились. То есть к вам в РЭО не обязательно приходить за сменой водительского удостоверения, оно такую же имеет юридическую силу, соответственно, да? То есть такое же удостоверение новое, только можно его получить еще и в дополнительных пунктах МФЦ. Абсолютно верно. Более того, что эти водительские удостоверения, которые поступают к нам в МФЦ, оформляются нашими сотрудниками, то есть на тех же бланках, соответственно, просто в МФЦ выполняет роль сборщик документов, ну и в последующем вручение готовых документов. Не могу не задать вам вопрос. Была такая информация, вот вступила ли она в силу, что сейчас не нужно возить права водительские с собой, достаточно сотруднику ДПС при остановке показать права, астографированные на телефон. Верна ли эта информация или нет? Нет, неверна. Нет, неверна. То есть водительское по-прежнему актуально, и нужно возить его всегда с собой. И его наличие, обязательное наличие при управлении трассовым средством предусмотрено правилами дорожного движения. То есть тот перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе при управлении трассовым средством. И опять же здесь вопрос, если вдруг такое тоже часто бывает, забыл дома, либо в другой сумке, вот у меня, я признаюсь, частенько такое бывает, когда я просто в другой сумочке забываю свои права. Скажите, а здесь вот какая ответственность? Либо это уже на усмотрение сотрудника ДПС? В любом случае у всех сотрудников госавтоинспекции есть возможность проверить посредством информационных учетов наличие водительского удостоверения у граждан, наличие неисполненных постановлений, например, о лишении в случае подозрения. И штрафы, и наличие постановлений о лишении водителя. То есть есть у нас и такая категория частинского дорожного движения, которая управляет, будучи лишенным, к сожалению. Есть такая и такие. То есть всю данную информацию сотрудники госавтоинспекции могут проверить посредством информационной базы данных. И то есть если действительно с правами все в порядке, как и в моем случае, то тогда штраф не предусмотрен? Штраф предусмотрен в этом случае, но за отсутствие при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения. То есть права нужно всегда носить с собой. Хорошо. Продолжим. Портал госуслуг и сервисы, которые он предоставляет, ну вот в части оформления водительских удостоверений, постановки на учет и так далее. Скажите, вот эти сервисы пользуются популярностью граждан? Ну, могу сказать, что вот статистика свидетельствует о том, что количество граждан, использующих подобный механизм получения государственных услуг, услуг ежегодно растет. Могу сказать, что на текущий момент этого года процент граждан, которые обращаются к нам посредством предварительной записи и с использованием портала государственных услуг, составляет 70%, что как бы свидетельствует о востребованности именно такого механизма получения государственных услуг. Но плюс здесь еще надо понимать, что при оплате государственной почты предусмотрена скидка 30%, что опять-таки немаловажно в наших условиях. Ну вот как вы считаете, все-таки такая активность граждан обусловлена скидкой в первую очередь, либо все-таки экономия времени? А это действительно так? В большую степень, мне кажется, экономия времени. Потому что это очень удобно, так как посещение РЭО и нахождение времени на получение государственных услуг в данном случае сведено к минимуму. Потому что та заявка, которую граждане подают к нам на официальный сайт, она уже поступает в нашу информационную систему. По каждой заявке проводятся необходимые административные проверки процедуры автоматически, в автоматизированном режиме. То есть при обращении в подразделение сотрудникам госавтоинспекции остается только принять заключение о выдаче регистрационных документов и оформить новые документы. Михаил Олегович, ну вы сказали, что можно записаться на портале госуслуг и выбрать удобное время для посещения ведомства, РЭО в данном случае. Но все равно здесь происходят накладки. Один не пришел, второй опоздал. И тем самым все равно создается очередь. Вот как вы наводите порядок уже на местах в своих подразделениях, когда вот создается такая неудобная, скажем, ситуация? Особенно для людей, которые пришли вовремя, и вынуждены ждать из-за других нерадивых граждан. Ну, во-первых, все граждане, которые поступают в соответствии с подданными заявками, с заявками принимаются нами выбранными время. Так. В случае возникновения каких-то неполадок, в том числе вот с неисправностями информационной системы, понятно, на которые влечет наложение и определенный там сбой очередности, мы в обязательном порядке и граждан предупреждаем, что государственную услугу они получат в любом случае. А далее уже по ситуации. То есть, если же человек пропустил свое время, то мы смотрим далее по расписанию. Если в случае неявки кого-то из заявителей, мы сразу же направляем опоздавших заявителей в эти свободные окна. Хорошо. Скажите, а вот как вы считаете, вообще изменилось качество предоставляемых услуг в РЭО в связи с введением электронных сервисов? Да, я думаю, значительно. Почему? Потому что, во-первых, сокращение времени административных процедур, в которых требуется роль сотрудников госавтоинспекции. То есть, большее количество проверок осуществляется в аутентизированном режиме информационной системы. Соответственно, тот контроль, который сейчас осуществляется подразделениями госавтоинспекции, в том числе, которые задействованы в оказании государственных услуг, тоже позволил эту работу поднять на достаточный уровень. Могу сказать, что оценка нашей деятельности может осуществляться гражданам как посредством телефонов доверия, так и посредством информационных порталов. Существует сайт «Ваш контроль», то есть различные опросные формы, когда достаточно пользователю зайти и выразить нашу оценку. Написать отзыв о вашей работе. Если мы с вами все-таки заговорили о контроле, скажите, пожалуйста, граждане понятно, а еще какие ведомства вас контролируют, если все-таки вы наверняка это делаете и читаете отзывы больше положительных или все-таки отрицательных, которые заставляют задуматься о качестве предоставляемых услуг? Отрадно заметить, что в этом году отрицательных отзывов на нашу работу не поступало. Не подтвержденных. По каждому негативному отзыву проводится тщательный проверка. Анализируется обстоятельство обращения граждан за получением услуги. Если на самом деле имело место какое-то нарушение со стороны сотрудников госавтоинспекции, сотрудников РЭО, в обязательном порядке принимаются меры вплоть до привлечения к дисциплиной ответственности. Поэтому каждый негативный сигнал рассматривается тщательно с проведением проверок и принятием мер к должностным лицам в случае подтверждения какого-либо нарушения нормативных актов. Михаил Олегович, ну вот скажите, пожалуйста, а можно получить консультацию по телефону, обратившись в РЭО? Ну, есть вопрос, и, к примеру, ну, нет времени ехать, далеко, неудобно. Позвонить можно и проконсультироваться? Даете вы такие услуги? Обязательно. При этом у нас ежедневно выделяется, как правило, один сотрудник, который занимается только консультированием по телефону. То есть отвечает на все входящие телефонные звонки, дает необходимые консультации. Номер телефона, по которому граждане могут получить консультацию в нашем подразделении, это 287-27. Телефон этот многоканальный, в обязательном порядке кто-то из сотрудников на него ответит. То есть если занят один сотрудник, вызов переключается, соответственно, на другого сотрудника. То есть в режиме рабочего дня в любом случае консультация будет предоставлена. Мы поговорили о правилах, а теперь я предлагаю поговорить все-таки об исключениях. Скажите, с какими трудностями сейчас может столкнуться собственник автомобиля при постановке его на учет? Какой автомобиль на учет поставить, невозможно? Ну, во-первых, это транспортные средства с измененной маркировкой. Что это? Если в случае каких-либо противоправных действий маркировка, нанесенная на автомобиль, либо, как указано в наших нормативах, на основной элемент, то есть кузов, шасси, где это есть, в случае изменения маркировочных обозначений транспортного средства, такое транспортное средство дальнейшей регистрации не подлежит. Это основная и самая серьезная причина, по которой мы отказываем в предоставлении государственной услуги. Какая судьба ждет этот автомобиль в дальнейшем? Вы отказали в регистрации, а что делать собственнику, к примеру, который купил такой автомобиль, но просто не посмотрел, не увидел, не заметил? Что делать дальше? Во-первых, перед покупкой мы всегда рекомендуем граждан максимально тщательно подойти к проверке автомобиля. Тем более, существующие информационные ресурсы в сети интернет, на официальных сайтах госавтоинспекции позволяют это сделать с высокой долей вероятности. Вы сейчас имеете в виду, если запрет какой-то наложен на автомобиль? Я имею в виду на наличие каких-либо ограничений по совершению регистрационных действий. В том числе, наличие автомобиля в розыске, наличие ограничений, наложенных судебными приставами, судебными органами и так далее. То есть, такой автомобиль оформить в собственность нельзя и, соответственно, его продать тоже? Да. Так. Что касается трансовых средств, которые к нам поступают и по которым мы обнаружим изменения маркировки. В обязательном порядке по таким автомобилям собирается материал процессуальный, трассные средства опломбируются, собственник автомобиля предупреждает, что эксплуатировать его до проведения и получения заключения процессуальной проверки нельзя. И материал направляется в органы полиции по месту обнаружения трассных средств. Так. И как долго такая процедура проходит? До месяца. В рамках этой проверки в обязательном порядке проводится экспертное исследование маркировочных обозначений трассного средства. А дальше уже зависят от результатов экспертного заключения. Если экспертиза нам позволяет установить первоначальные индивидуационные маркировки, которые были до их изменения, в этом случае возможно принятие решения о нанесении дополнительной маркировки. Соответственно, мы направляем автомобиль на нанесение дополнительной маркировки и после этого регистрируем, установим порядки. Вы знаете, один мой знакомый столкнулся с такой ситуацией. Купил автомобиль, все хорошо, но при постановке на учет как раз и номер ВИН кузова не совпадал с номером двигателя. И здесь вот тоже столкнулся с такой ситуацией. И вот как быть, чтобы решить такой вопрос? Ну, наверное, речь идет о том, что номер двигателя не совпадал с данными, указанными в нашей информационной системе. В настоящее время госавтоинспекции и регистрационные подразделения при проведении регистрационных данных контролируют в случае их обращений в собственных автомобилей, на которых произведен замен двигателей. Нами проверяется только соответствие модели нового установленного двигателя, тем записям, которые имеются в регистрационных документах и в информационной базе. То есть проверка маркировки мы не осуществляем. Но в отдельных случаях, опять-таки, в случае возникновения каких-то обоснованных сомнений в подлинности маркировки, нанесенной на двигатель, сотрудник госавтоинспекции в РЭО может попросить, чтобы собственник предоставил автомобиль для более тщательного осмотра в части номера двигателя. Но ведь бывает еще и такое, когда собственники автомобилей сами меняют двигатель, соответственно, там уже будет другой номер. Вот здесь, когда человек решил поменять номер двигателя на автомобиле, дальше что нужно сделать, чтобы было, как говорится, все по закону, и потом дальнейших проблем не возникало? Должно быть понимание, что модель нового двигателя должна соответствовать той модели, которая у него стояла ранее. Это основное требование законодательства. В случае несоответствия модели, ранее установленной, в этом случае мы рекомендуем и направляем владельцев в подразделение технического надзора отдела ГИБДД города Самары для подачи соответствующих заявлений и рассмотрения вопроса о возможности внесения изменений в конструкцию трансового средства. То есть, насколько правомочно и возможна замена данного конкретной модели двигателя на данное трансовое средство. Спасибо большое. Бывают еще и такие ситуации, когда приезжает переоформлять автомобиль к вам в РЭО и номер либо не читается, либо помят. Ну вот, не по ГОСТу, скажем так, да? Вот здесь что нужно сделать? В случае несоответствия государственного регистрационного знака требований ГОСТ, наличия потертостей, изменений и так далее. Мы, во-первых, в зависимости от воли изъявления собственника предлагаем либо изготовить новые номера, то есть у нас сейчас есть множество организаций, которые имеют соответствующие сертификаты для изготовления регистрационных знаков. Перечень этих организаций есть в том числе и на сайте гибдд.ру. То есть, если новый собственник автомобиля хочет оставить эти регистрационные знаки за собой, то вырекли. То есть вы поставите на учет даже если знаки не соответствуют ГОСТу. Ясно. Но это же ведь опять дополнительные траты, да? Вот это, кстати, бремя на кого ложится уже, на нового собственника? На собственника, да. Потому что оплачивая государственную пошлину за совершение регистрационных действий, это вот и подразумевает принятие решения о выдаче нового регистрационного знака. То есть если собственник хочет, если он оставляет старые регистрационные знаки, он оплачивает 850 рублей сумму государственной пошлины. В случае получения новых регистрационных знаков уже сумма государственной пошлины составляет 2850 рублей. Да, на целый 2000 больше. Ну вот, кстати, каким образом можно получить скидку за оплату государственных пошлин? Подав заявку посредством официального сайта государственной услуги. То есть это возможно? Это вполне возможно и работает в полном объеме. А сейчас я хочу спросить вас, какая ответственность предусмотрена за нарушение правил регистрации транспортного средства? В соответствии с кодексом об административных правил нарушениях, это статья 19-22, в отношении владельцев транспортных средств, не исполнивших обязанности поставить зарегистрировать транспортные средства в течение 10 суток, налагается административный штраф в размере от полутора до двух тысяч. Но вот все-таки часто бывает, что человек продал автомобиль, а ему идут штрафы, а тот, кто купил, просто каждые 10 дней переписывает договор. Вот как здесь быть? Дайте, пожалуйста, совет и как доказать? Самое главное, что ты уже давно не владелец машины. Всем автовладельцам мы рекомендуем в течение 10 дней, то есть на 11-й день после заключения сделки о продаже автомобиля, вне зависимости от того, известен результат или нет, возможно подать заявку на прекращение регистрации автомобиля в связи с его продажей. Официальный сайт государственной услуги, он предоставляет такой вид услуги, соответственно, при формировании заявки вносятся данные нового собственника, то есть покупателя, и в течение суток прежнему собственнику приходят результаты рассмотрения его заявки. Если автомобиль переоформлен на нового собственника, то ему, соответственно, будет отказ. Если же автомобиль до сих пор числится на нем, то регистрация будет прекращена. В любом случае информация о результатах рассмотрения у заявки поступит в личный кабинет пользователя. Ну и сейчас подводя итог нашему разговору, пожалуйста, дайте практические советы людям, которые собираются приобрести автомобиль. Вот на что нужно обратить особое внимание, чтобы не столкнуться с теми трудностями, о которых мы с вами сегодня говорили в эфире? Ну, во-первых, по возможности всегда приобретать автомобиль у тех собственников и владельцев, собственность которых не подвергает сомнению, то есть обязательно наличие договора купли-продажи, подписанного всеми сторонами сделки. Зачастую к нам бывает обращаются граждане, которые, приобретя автомобиль, даже не заключили договор купли-продажи. Бывает и такое, к сожалению. А он заключается в простой письменной форме либо есть официальный договор? Простая письменная форма, форму эту можно распечататься с любого сайта, но немаловажное нововведение, которое касается зарегистрированных пользователей государственной услуги и тот функционал, который реализован в настоящее время, то есть при котором допустимо составление договора купли-продажи в электронном виде. То есть покупатель и продавец составляют договор, подписывают его электронными подписями, при этом в бумажном виде он уже в РЭО не представляется. То есть уже автоматизировано по системе он предоставляется к вам и это удобно, чтобы не носить. И сотрудники РЭО его видят, видят в системе, нет необходимости распечататься, проверять полномочия покупателя или продавца. То есть все прозрачно и максимально доступно. Но это если есть электронная подпись, ну а она сейчас практически там у каждого третьего, четвертого имеется. Поэтому это тоже вот, да, очень удобный сервис, которым можно воспользоваться. На что еще обратить внимание? Ну, во-первых, автомобиль необходимо проверить по всем возможным ресурсам. В настоящее время возможность такой проверки позволяет сделать официальный сайт гибдд.ру. Так. Есть возможность проверить на наличие ограничений, розыск автомобиля. Угон, опять же, да. Состоит ли он на регистрационном учете, или регистрация его прекращена. И все, все эти нюансы, которые связаны с возможными, потом, какими-то негативными проявляемые при регистрации автомобиля. Ну, и если все хорошо и прекрасно, то через портал госуслуг можно записаться и уже непосредственно получить у вас услугу по оформлению автомобиля. Абсолютно верно. Ну, что же, спасибо вам большое за очень ценные советы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, что ответы моего гостя были для вас исчерпывающими. Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин